Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 15 декабря 2021 года, и я хочу вас познакомить с нашей новой книгой в издательстве Ридера. Я уже сам научился делать книги, подготавливать для печати. И я вот за последнее время, будучи в больнице, я только завтра выхожу из больницы, я подготовил две книги. Великие поэты, вожившие поэзии, которые вы сейчас видите, и Лилия Хованская, вожившая поэзии. Лилию Хованская уже начал показывать. И сейчас хочу вас познакомить с новой книгой, которой печати еще нет, но электронный вариант уже есть. Великие поэты, вожившие поэзии. Это праздник для нашей жившей поэзии. У нас, кстати, есть плейлист, так и называется, Великие поэты, вожившие поэзии. Там у нас более 300 композиций, поэтому книги нам делать очень легко, ибо у нас материала еще на 50 книг хватит. И вот главное, что я научился пользоваться сайтом Ридера.ро и готовить книги. Итак, давайте я вас вкратце познакомлюсь с этой книгой. Великие поэты, вожившие поэзии. Это вариант у нас в формате PDF. И давайте пройдемся по этой книге. Видите, вот ее обложка. Ее обложка. Вот здесь открывается книга Савуэл Формович, Великие поэты, вожившие поэзии. Затем идет маленькая аннотация. Поющая книга Великие поэты, вожившие поэзии. Это стихи, композиции, романсы, великих поэтов и соавторов нашей Ожившей поэзии. Музыка, исполнение Савуэла Формовича. В каждой композиции есть прямая ссылка, нажав на которую вы попадаете до клипа Ютуба и наблюдаете, как звучат стихи, которые вы читаете в нашей книге. Многие композиции и обзоры дополнены анализами их содержания с любовью, выполненной Валентиной Борейко. Это наш эксперт, лингвист. Она живет в Белоруссии. Она очень помогает нашей Ожившей поэзии. Итак, давайте с оглавлением познакомимся. Великие поэты, вожившие поэзии. Музыка, исполнение Савуэла Формовича. Здесь я пару слов говорю о нашей Ожившей поэзии, о списке великих поэтов, на стихи которых есть композиции. Здесь у нас 48 уже великих только поэтов, на стихи которых есть композиции в нашей Ожившей поэзии. И три раздела. Вот раздел первый великий поэт о Ожившей поэзии. Здесь у нас 9 таких больших роликов, в каждом из которых от 8 до 11 произведений. Вот указаны страницы. Поэтому здесь просто часть первая, часть вторая и так далее. Часть девятая. Вот часть девятая. Затем идет раздел второй, главный. Потому что все это составлено из композиции, вот из этих всех произведений. Послушайте, давайте посмотрим, кто у нас здесь есть. Александр Пушкин, Ты, Богородица моя, Борис Пастернак, Александр Блок, Сергей Есенин, Шекспир, Анна Ахматова, Сергей Есенин, Марина Цветаева, Игорь Северянин, Осип Мандыштам, Федор Тюйчев, Александр Пушкин, Шекспир, Сергей Есенин, Блок, Этуард Асадов, Борис Пастернак, Анна Ахматова. Вероника Тушнова, Иван Бумин, Булата Куржава, Ваше Величество Женщина, я помню, любимый, я помню, Есенин, Гумилев, Анна Ахматова, Набоков, Набоков. Вот вы уже видите, какие прекрасные молитвы на стихе Лермонтова. Значит, Лермонтов у нас здесь есть, Пушкина очень много произведений, Иннокентий Анинский, Константин Бальмонт, Афанасий Фетт, Сергей Есенин, Цветаева, Дальше Йосиф Бродский, Федор Тюйчев, Роберт Рождественский, Иван Саевич Никитин, Тюйчев, Тюйчев. Вот такое у нас основное содержание. Здесь каждая композиция имеет ссылочку, и полностью вы здесь можете и прочитать произведение, и послушать. За исключением тех поэтов, которые умерли меньше, чем 70 лет назад, например, Цветаева, или, допустим, Махматова, или там Пастернак, или Акуджава, конечно, не разрешается публиковать полностью сихотворения почему-то. Далее идет раздел «Концерты и композиции» моих соавторов и великих поэтов. Здесь у нас тоже, видите, обожившие поэзии слова, раз, два, три, четыре, пять, то есть пять больших, то есть 50 можно сочетать приблизительно в произведениях, в которых участвуют великие поэты и наши соавторы, и о великих поэтах здесь сказано. Далее Лариса Рубайская, я тоже считаю, что это великая поэтесса. Затем я подвожу итог, а я пою поэтов имена, это относится ко всем поэтам. Мое стихотворение, моя композиция, песня. Далее тоже мое произведение к Пушкину «Давай, мой друг, отучимся любить», «Ты не поэт, не Акуджава». Ну и вот, пожалуй, это, безусловно, это малая часть того, что есть у нас вожившей поэзии, поэтому великие поэты вожившей поэзии мы будем выпускать еще книги. Еще книги. Вот такое содержание. Здесь мой портрет, затем великие поэты вожившей поэзии. Это уже первый раздел. Сначала от автора, вкратце я рассказываю. Вот фамилии всех поэтов великих, на стихе которых у нас есть композиции. Наши три раздела, о которых я вам только что рассказывал, предисловия. И наша ссылка на мой канал. Один канал у нас, к сожалению, YouTube удалил. А вот сейчас остался канал, на котором уже тоже почти 3000 композиций, а удаленных у нас было 3600. Я сейчас говорю 5-600, но у нас, наверное, больше композиций. И вот предвещает нашу книгу такой эпиграф, который я когда-то написал. А музыки не говорят, а ею дышат, другие вздохами молчат и сердцем что-то слышат. И хочется с несчастьем насыщаться и чем-то сокровенным наполняться. Я желаю, чтобы публикованный сборник послужил этой цели. И переходим к разделу первому. Вот такая структура нашей книги. И вот смотрите, здесь девять частей. Давайте познакомимся с первой частью раздела первого. Вот здесь уже написано, что здесь будет. Здесь будет Александр Пушкин, ты Богородица. Моя Борис Пацетальда, самой сути. Блок Стерель. Александр Блок, Есенин. Троица, ульявший в спирт. Растрачик, милый, расточаяшь ты. Чигунная града, Ахматовый. Есенин, я красивых таких не видел. Музыка исполнения везде. Самуила Фурмовича. Откуда такая нежность Светаевой? Игорь Северян в очаровании, Нотр-Дам на стихе Магдельштама и Фёдор Тюччев. Вот такая замечательная подборка. Всего, видите, здесь не расписано, но, по-моему, 12 композиций. Итак, для того, чтобы каждый из них послушать, надо нажать на вот эту главную ссылку. Вот я нажимаю CTRL и нажимаю на эту ссылку. И сейчас мы войдём в первый раздел, в первую часть, в большой ролик. И будем выбирать композиции, которые посередине будем прослушать. И в рамках подготовки книги, которой я сейчас делаю, рукопись этой книги. И вместе с... Вот это предисловие к этому ролику. Теперь давайте, чтобы конкретно... Вот смотрите, вот здесь нажимаем на «Ещё». И выбираем, вот, допустим, «Александр Кушкин, ты Богородица», мы нажимаем на ссылочку и сразу попадаем на эту композицию. Чуть-чуть будем слушать для того, чтобы побольше, быстро вам рассказать о нашей... Причём все желающие могут получить электронный вариант. Дайте мне почту, и я вам пришлю электронный вариант наш, который мы сейчас как раз просматриваем. Давайте пока звучит, ты Богородица моя. Подберём следующее, какое произведение посмотрим. Давайте послушаем, допустим, уже много мы не можем слушать этот обзор. Допустим, послушаем, Шекспир растрачит, милый, расточаешь ты. Вот, нажимаем на этот обзор. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, давайте послушаем ещё. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Знаю то, что она с тобой вместе Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Давайте часть вторую. Часть вторая, вот тоже большой ролик, в котором мы познакомимся. Увы, язык любви болтливый, Шекспир, проснись любовь, Есенин вечер, чёрные брови на сокол, блок май жестокий с белыми ночами, Эдуард Асадов, ты прекрасная нежная женщина, Ахматова, Цветаева, Тушнова, Бунин. Вот такие великие поэты есть в этом ролике. И наша ожившая поэзия, видите, сейчас, к сожалению, мало кто читает произведения великих поэтов. А мы создали даже музыку, и песни, и композиции, и ролики для того, чтобы популяризировать великих поэтов и нашу ожившую поэзию. Давайте послушаем немножко то, что есть вот в этом разделе. Так, давайте выберем. Вот нажимаем на «Ещё» и выбираем композицию. Давайте Шекспир, проснись, Лимон. Проснись, любовь, поё ли острили? Тупее, чем жало, голода и жажда. Как не обильный яс, третий питьё нельзя наверняться. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Следующая композиция, которую мы послушаем, давайте Ахматову послушаем. Целый год ты со мной не разлучен. Целый год ты со мной не разлучен. А теперь только стал слегка. И моя, и моя, и моя, и терзая бесцели восковая, сухая рука. Целый год ты со мной не разлучен. Целый год ты со мной не разлучен. Целый год — это светло. Целый год ты со мной не разлучен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Может завтра совсем по-другому Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Шестое чувство DimaTorzok 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 И добрых лет, что в печь для нас садится, И женщина, которой до пола Сперва измучившись нам насладиться. Но что нам делать с розовым заменой? Над холодящими весами, где тишина и земной покой. Послушаем теперь Иннокентия Енингенского «Не потому, чтобы я ее любил». Теперь послушаем Иннокентия Енингенского «Не потому, чтобы я ее любил». Иннокентия Енингенского «Не потому, чтобы я ее любил» Среди миров мерцами светил одной звезды. Я повторяю Енингенского «Не потому, чтобы я ее любил». «Не потому, чтобы я ее любил». А потому, что я там с другими среди миров, Мерцами светил одной звезды. Я повторяю имя. «Не потому, чтобы я ее любил». Возвращаемся к книге. И вот таких у нас, видите, девять обзоров с великими произведениями великих поэтов. К сожалению, это обзор. Я не могу останавливаться. Потому что каждая из вот этих ссылочек – это почти сейчас звучание наших произведений на стихи великих проэтов. Давайте сразу перейдем к последней части. В раздел 1. Мы остановим эту замечательную композицию. Почему, что всегда? Какие земли с нами? Ну, нам же судьба другая. Это звучит так уж жало. К сожалению, друзья, я должен заканчивать обзор нашей книги. Мы в условиях больничных находимся. Поэтому я сейчас закончу, а потом будем знакомиться дальше с нашей замечательной новой книгой «Великий поэт и вышивший поэтия». С вами был Семен Петровой. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго.